Перевозка детей в автомобиле требует большой ответственности. Чтобы напомнить об этом водителям, сотрудники Люберецкой госавтоинспекции провели профилактический рейд «Детское кресло». О результатах проведенной работы наш следующий сюжет. Люберецкий отдел ГИБДД Лабунов, лейтенант полиции, инспектор дорожной патрульной службы. Остановлены в рамках ОПМ «Детское кресло». Детишек перевозите? Нет. Нет никого? Нет. Это единственный вопрос, который интересует сотрудников ГИБДД. Сегодня в поле зрения маленькие пассажиры, а точнее то, как их перевозят родители. Наличия детского кресла недостаточно. Важно, чтобы оно использовалось по назначению. Молодцы. Папу с мамой слушаете, да? Пристёгивайтесь. Родителям спасибо большое, что уделяете внимание. Место проведения рейда – один из оживлённых участков Октябрьского проспекта. Автомобильный трафик высокий. Первые нарушители не заставили себя долго ждать. Один из троих перевозимых детей в машине не пристёгнут. Статья 12.23. часть 3. Перевозка детей без специального удерживающего устройства. Кстати, понятно вам? Да. За это нарушение предусмотрен штраф – 3000 рублей. В течение 20 дней водитель имеет право оплатить его со скидкой 50%. За час инспекторы ГИБДД оформили три протокола. Продолжается массовая проверка на предмет выявления нарушений водителями, перевозящих несовершеннолетних пассажиров. Такое мероприятие, прежде всего, направлено на снижение дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними пассажирами-детьми. Детское автокресло необходимо использовать с самого рождения малыша до 7 лет. Далее оно понадобится, если ребёнка будут перевозить на переднем сидении до достижения 12 лет. Сзади школьникам разрешено использовать ремни безопасности. Важно, чтобы удерживающие устройства соответствовали росту и весу маленького пассажира. Хорошей дороги вам, всего доброго, с любым путем.